Мы знаем, что он участвует во всех рейдерских захватах со своей командой, не стесняясь, говоря о том, что они победят, а не власть. Требуем, что Александр Александрович попал за решетку, как минимум по сегодняшнему делу, по делу докторов, с которыми были незаконно подписаны трудовые договора. Прошлого судебного заседания он не явился, в это поддаются многочисленные ходатайства, которые имеют свою цель в затягивании судебного рассмотрения, поскольку мы прекрасно себя понимаем, что привлечение Сина к уголовной ответственности и обвинительный приговор станет препятствием для его последующей политической деятельности. В данном уголовном деле является достаточное доказательство, по моему глубокому убеждению, вины Сина. Вместе с тем есть призывница невиновности, и суд даст ответы на все поставленные вопросы. Я не считаю, что это пример политического давления. Я считаю, что поскольку только одно дело дошло в суд, а ему существует десятки уголовных дел в отношении мэра, десятки миллионов причиненного ващерба, то наоборот прокуратура в данном случае допускает непозволительное промедление в расследовании остальных уголовных дел. Я абсолютно не понял, почему судья лишила меня и мою сторону защиты права на вызов свидетелей. Хочу заявить, что до этого следователь отказал нам также в допросе свидетелей, которые я заявил как сторона защиты. Я считаю, что это нарушение моих прав на защиту. Помимо обвинения уже появилась новая сторона обвинения в лице защитников потерпевшего, которые требуют и отстроить меня от должности, и подвергнуть домашнему аресту, и заявляют иск в возвещении морального ущерба, кстати, иск 1 миллион гривен. Причем я не понимаю, в чем суть этого морального ущерба, потому что если бы я на тот момент, когда мне предложили контракт на подпись, который не соответствовал закону, просто его расторгнул, он бы сегодня уже был бы безработным.